Канобу.ру представляет Днём Победы. Будьте стойкими и не забывайте подвиги дедов. Ну а теперь к делу. Поскольку передача сегодня тематическая, военная, речь пойдёт о мире танков. Но сегодня вы не увидите обзоры этой игры. Все и так про неё достаточно наслышаны. Вместо этого мы расскажем о том, в чём феномен World of Tanks, как и почему эта игра стала популярна, таким образом ей удалось стереть в порошок эльфов и орков и что ждёт её в будущем. Студия Wargaming.net не зря так называется. Последние лет 10 эти люди занимаются разработкой разных игр про войну. Начав со стратегии, они постепенно пришли к ММО. Уже второй проект студии, Massive Assault, по мотивам известной настольной вселенной, был тепло встречен игроками и критиками. В итоге вышло несколько продолжений, в том числе ориентированных на сетевую игру. Благодаря успехам этой линейки белорусы смогли сосредоточиться на разработке стратегий в сеттинге Второй мировой войны. Первой стала операция Багратион, а затем вышла и весьма успешная Order of War. Упор в обеих был сделан на историческую достоверность. После успеха этих игр вокруг студии образовалось преданное сообщество любителей варгеймов и военной истории. Возможно, именно поэтому главными героями новой игры стали танки. Ни для кого не секрет, что изначально проект разрабатывался как типичное фэнтезийное ММО-РПГ. Но, изучив рынок многопользовательских игр и оценив собственные возможности, разработчики решили сыграть в Абанк и выиграли. В современных онлайн-развлечениях бытует мнение, что делать надо так, как делают все, иначе прогоришь. Слишком уж повлиял на рынок успеха World of Warcraft и Lineage. И как раз в тот момент, когда почти все крупные компании разрабатывают свои проекты в стиле «Мы придумали фишку и теперь делаем убийцу Варкрафта», появляется игра в абсолютно новом, свежем сеттинге. Вроде бы всего делов, Counter-Strike на танках. Но вряд ли игра стала бы успешной, не приложи ее авторы столько усилий к реалистичности происходящего. Здесь решение было найдено гениальное. Это наглядный пример компромисса между сложной системой повреждений, дотошной аутентичностью моделей и аркадным управлением. Просто начать тяжело стать мастером. Этот завет хороших сетевых игр до сих пор не теряет своей актуальности. К тому же, простой адреналин – источник невероятной адективности игры. Ведь почти каждый мечтал или мечтает посидеть за рулем огромной многотонной махины. На этом и сыграли разработчики. Первые же матчи настолько затягивают, что, зайдя просто пострелять, многие уже через несколько часов с упоением листают игровую энциклопедию, разбираясь в устройстве машин смерти. Для маленького мальчика, сидящего внутри каждого мужчины, иметь возможность в любое время сесть за рычаги легендарного Т-34 и поехать крушить врага – ни с чем не сравнимое удовольствие. К тому же, вжиться в роль героя-танкиста гораздо проще и приятнее, чем в роль какого-нибудь очередного неправдоподобного американского убер-солдата. Ну или эльфа-торговца. Проще говоря, насыщенность ММО-рынков фэнтези-играми с одной стороны и закостенелый жанр сетевых шутеров с другой позволили прекрасно сделанной игре с уникальной атмосферой заслуженно занять свое место и встряхнуть тухлое онлайн-болото. Но главная составляющая долгожительства любой онлайн-игры – это ее развитие. И тут у мира танков тоже все в полном порядке. Постоянно выходят обновления, которые правят баланс, устраняют ошибки и добавляют новые танки. Но и этого разработчикам мало. Они обещают серьезно переделать движок, чтобы улучшить графику и дать танкам новые возможности. Кроме этого, авторы обмолвились о появлении на поле боя артиллерийской поддержки и даже пехоты. Игра уже популярна и за территорией бывшего СССР. Европейские, американские и даже китайские сервера уже забиты под завязку. Но, без сомнения, даже самую лучшую игру можно испортить. Как неоднократно заявляли сами авторы, они рассчитывали на 60-70 тысяч игроков. А в итоге попали в Книгу рекордов Гиннесса за тот ажиотаж, что поднялся вокруг их детища. Внезапная популярность частенько играет с людьми злые шутки. К счастью, тут никаких симптомов звездной болезни не наблюдается. Белорусы выдают поклонникам ровно то, что надо, и ровно тогда, когда надо. Здоровый юмор в рекламных роликах, адекватное общение на форумах, уместные акции и интересные конкурсы. Все это складывается в одну большую картину правильной, в чем-то даже образцовой пиар-политики. На постсоветском пространстве это чуть ли не единственный случай такой успешной работы с сообществом. И это при том, что контингент игроков настолько разнообразен, насколько это вообще возможно. На полях сражений сталкиваются школьники и пенсионеры, домохозяйки и военные, студенты и преподаватели. Успех игры в нашей стране легко объяснить. Культ оружия вообще и танков в частности у нас существует давно. Все в конце концов играли в войнушку в детстве. Кто не играл в танчики на Денди? Нашей культуре это близко, это игра в солдатики. Только теперь мы выросли и гонять пластиковые фигурки по полу нам уже неинтересно. Чем же обусловлен аналогичный ажиотаж за границей, где публика с малых лет вскармливалась произведениями Толкина, а эльфы с гномами были персонажами детских сказок на ночь, предположить тяжелее. Скорее всего, люди просто устали от бравых спецназовцев и зеленых орков. Что ждет мир танков и Wargaming.net в будущем, я предсказывать не берусь. Кто знает, в какое русло разработчики направят свой творческий потенциал теперь, когда они уже заработали свое место в ММО-пантеоне. Пожалуй, об этом мы спросим их лично, ведь уже на следующей неделе состоится конференция разработчиков игр, на которую мы обязательно встретимся с авторами World of Tanks. Задавайте вопросы в комментариях, не стесняйтесь. До следующего воскресенья!